Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Куркмазов и Светлана Шаганова. Судебные приставы встали на защиту разорившихся предпринимателей. Что надо сделать, чтобы детские пособия не ушли за долги? Новая комиссия Сбербанка как объективный показатель уровня вашей жизни. Начинаем. Поехали. Вот все жалуются, что работы нет. Но наш информационный партнер говорит, что работы много. И предлагает зарплату 27 тысяч рублей. Агрокомбинат «Южный» приглашает на работу овощеводов. Обязанности – уход за растениями и сбор овощной продукции. Оплата труда. Сдельная среднемесячная заработная плата 27 тысяч рублей. График с 8 до 17 часов. Образование среднее полное. Официальное трудоустройство – полный соцпакет. Гарантированы социальные льготы, выплаты по выслуге лет. Доставка на работу и с работы транспортом предприятия. Обращаться в департамент управления персоналом по телефонам 8-988-910-1040, 7-5050 и 7-55-82. Сейчас у нас пламенный привет из Голландии. Медикам из ковидных госпиталей Карачаева-Черкесии. Свою тетю Анжелу Тахчукову и двоюродную сестру Динару Шаманову поздравляют с наступающим днем медика. Юный родственник Натан из Нидерландов. Он гордится вами. И даже подражая вам, из фруктового контейнера сделал себе средство индивидуальной защиты. Похоже, юное очарование Натан будет тоже врачом. И эту свою любимую музыку голландский малыш дарит своим отважным родственницам из ковидных госпиталей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Если предприниматель разорился и партнеры подали на него суд, то этого предпринимателя ничего забрать невозможно. Судебные приставы встали на защиту обездоленных бизнесменов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 8 июня 2020 года президентом Российской Федерации подписан федеральный закон номер 166 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Законом внесено изменение в федеральный закон от 02.10.2007 года номер 229 ФСЗ об исполнительном производстве, предусматривающий приостановление исполнительного производства судебным приставам-исполнителям полностью либо частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве. Есть еще полезная вещь от судебных приставов. Если государство прислало для вашего ребенка 10 тысяч рублей, то списание этих денег за долги не предусмотрено. Закон защищает эти деньги. Внесены изменения также в статью 101 Федерального закона об исполнительном производстве, устанавливающие виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Указанный перечень дополнен новым видом дохода. Это единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, выплачиваемая в соответствии с указом президента. При этом хочу заметить, что в соответствии с принятыми подзаконными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание. Итак, если все-таки у вас списали деньги 10 тысяч детских рублей, то не надо гневаться на судебных приставов. Идите в банк и разберитесь, почему ваши святые детские деньги не кодируются от списания за долги. Многие для получения денег толпятся у отделений пенсионного фонда и заражают друг друга коронавирусом. Заражаются и сотрудники пенсионного фонда. Зачем подвергаться опасности? Эти 10 тысяч рублей можно оформить до октября. К нам от телезрителей поступают и жалобы на то, что Сбербанк начал взимать комиссию за перевод денег с карты на карту. Комиссия составляет 1% от суммы, превышающей 50 тысяч переводимых денег в месяц. Эта комиссия очень хорошо показывает уровень жизни. Если во время тяжелой экономической ситуации и пандемии у вас есть деньги, и вы отправляете более 50 тысяч рублей, то по нынешним меркам очень даже неплохо живете. И комиссия в 1% сверхлимитов 50 тысяч рублей не самая страшная в жизни. Сегодня мы хотим познакомить вас с теми, кто никогда не жалуется, а получает удовольствие от жизни. Удовольствие от жизни в Учкулане. В репортаже Руслана Коркмазова. В объятиях Эльбруса в Учкуланской пуще к небу тянутся вековые сосны. Здесь природа настолько щедрая, что дарит всем свои богатства. В горах можно встретить свободолюбивых лошадей, которых разводят для красоты. Их не трогают ни медведи, ни волки. Потому что царство диких животных – это верхняя часть леса. А между дикими и домашними животными отважны Учкуланцы, которым ни страшен ни серый волк, ни мишка косолапый. Басьят и Осман ведут нас в сосновый бор, где растут шишки. Сейчас сезон сбора урожая. Какие шишки самые ценные? Самые ценные шишки – это от двух до трех сантиметров. Они мягкие. Из них уже выделяется смола. А когда шишки слишком большие, то из них, во-первых, не выделяется смола. И она очень твердая внутри. Вот эта мягкая, получается из нее вот эта смола. Сбор шишек в Учкулане – древнейшая профессия. Потому что еще много веков назад жители Карачаевского при Эльбрусе познали пользу соснового урожая. В одной шишечке целый клад фитонцидов, танинов, аскорбинки, витаминов В и К. Кальций, железо, магний, фосфор, цинк и еще множество полезных микроэлементов. Поэтому шкуланские шишки лечат и от анемии, и от гастрита, и от бессонницы, и от угрей, и от астмы, и от перхоти. Шишки сбавляют даже от депрессии. Поэтому жители Верховья Кубани жизнерадостные и оптимистичные. Они кислые. Шишки можно есть прямо с сосны. И вкус приятный. Когда нет воды в горах, ими утоляют еще жажду охотники. Зеленые шишки – это не только лекарства. Из соснового урожая учкуланцы делают полезный деликатес – шишечное варенье. Экологически чистый урожай надо до конца сохранить чистым. Поэтому варенье надо варить на ледниковой воде Эльбруса. Чистейшая вода – это основа шишечного варенья. Далее надо правильно выбрать сахар. Мы обращаем внимание на то, чтобы сахара не было крахмала. Потому что из-за крахмала вкус получается другим. И если выбирать сахар без крахмала, то получится лучшее варенье. А как выбрать без крахмала? Это уже надо пробовать на практике. То есть сначала сделать варенье, а потом посмотреть, что из него получится. На ошибках учиться. Да, на ошибках учиться. Мы уже выучились на этих ошибках. И сейчас уже покупаем у проверенных продавцов хороший сахар без крахмала. Варенье из сосновых шишек должно томиться три часа. Поэтому продолжаем изучать учкуланскую пущу. Урожай шишек может быть только на солнечной стороне гор. Где молоденькие сосенки щедро даривают полезным богатствам. В 4-5-летнему возрасту молоденькие сосенки начинают давать первый урожай шишечек. Вот такие вот маленькие калибровки для дорогих мишленовских ресторанов. Учкуланские шишки – это действительно богатство. Порции из трех вареньевых шишечек чаю в московских ресторанах стоят как ведро альпийского молока. Сосны очень щедры на урожай. Но до поры до времени. Осман, скажи, пожалуйста, а когда сосна уходит на пенсию, шишки уже не дает и учкуланцы не собирают? Обычно это около 60-70 лет должно быть сосне, чтобы на ней шишек осталось все меньше и меньше. В элегантном возрасте сосны украшают себя уже не зелеными шишками, а бусами смолы янтарно-солнечного цвета. И это самый прекрасный возраст деревьев. А на что сосна годится после такого возраста пенсионного? Ну, для красоты. Она очищает воздух. Вы когда-нибудь гуляли в хвойном лесу? Это очень прекрасно и для здоровья очень хорошо. А тем временем наше варенье уже готово. Баночку надо простерилизовать обязательно. И специально такие красивые баночки, да? Стиль омак-чо-мак. Ну да, лампочка. У учкуланского настоящего варенья есть еще один секрет качества. И сколько шишечек должно быть в баночке, чтобы это все-таки было шишечное варенье, а не название шишечное? Ну смотрите, где-то 35% это должен быть сироп и 65% это шишки. Ну судя по всему, что у вас тут полностью шишки, это 100% шишечное варенье, да? Ну 90% да, практически. Руслан Гуркмазов, Светлана Казиева, Рашид Токов. Учкуланские деликатесные вести из объятий Эльбруса. Таким мы сделали это бодрое и полезное утро. Приятной вам субботы и до новых волнующих встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!